Приветствую вас, Даня. Я бы на самом деле задал бы вопрос вам за поводу того, чего хотите вы, потому что то, что мужчины хотят семью, это, конечно, хорошо и здорово, но не совсем понятно, чего хотите вы, и не совсем понятно то, как вы воспринимаете, собственно, мужчин, потому что, ну, если вы не можете выбрать из двух мужчин, то получается, что вам как-то вот нужен, нужен, нужны оба мужчины, а если вам нужны оба мужчины, то есть вообще вероятность, что ни того, ни другого мужчину вы, ну, не любите, то есть никого, никого, никого из мужчин вы не любите, и если вы никого из мужчин не любите, то на основании чего вы, ну, будете выстраивать отношения, да, на основании чего вы можете выстраивать отношения, вот. Это, на мой взгляд, такой очень серьёзный вопрос, потому что если вы выстраиваете отношения по расчёту, то вы вероятность от того, с кем больше стабильности, если вы выстраиваете отношения по расчёту, если вы хотите всё-таки выстраивать отношения, основанные, допустим, на любви, основанные на эмоциях, основанные на чувствах, то, ну, на мой взгляд, в таком случае нужно признать, что либо вы не любите ни первого, ни второго мужчину, либо вам нужно разобраться в себе, кого вы хотите сделать счастливым, то есть кого из мужчин вы хотите сделать счастливым, именно, именно тот мужчина и является, собственно говоря, тем, с кем он надо быть. Но проблема здесь в том, что ваш муж, он, как и сказал мой коллега, он бросил пить не опромыть, он сам захотел, хотел бросить пить, а потому что узнал, что вы можете выйти замуж, и именно это его просимулировало бросить пить и пить, и это, на самом деле, совсем не то же самое, что и если бы он сам бросил пить, скорее всего, когда вы к нему вернётесь, когда и если вы к нему вернётесь, то он опять, скорее всего, будет пить. Вот, это нужно понимать, это нужно понимать максимально ясно и максимально конкретно. Вот, поэтому, опять же, вопрос заключается здесь в том, чего хотите именно вы, что нужно именно вам, к чему стремитесь именно вы. Вот, этот момент является, наверное, ключевым ключевым. И уже, как-то вот исходя из этого, можно будет что-то делать. Вот, но ваш муж, он, как бы, у него, как были, либо проблемы с алкоголем, либо отношения определенные к алкоголу, вот, оно у него так, скорее всего, и осталось, потому что он ничего не изменил. Вот, вам это нужно понимать, да, поэтому имеет смысл, конечно, разобраться как-то вот с тем, что вы хотите, имеет смысл разобраться с вашими желаниями, имеет смысл разобраться с тем, что для вас важно, имеет смысл в этом направлении поработать, и тогда уже я думаю, вы сами сможете отдать предпочтение той или иной ситуации, тому или иному варианту. Вот, но просто помните, что выбирая из мужчин, вы, по сути, не выбираете никого, потому что, потому что, это получается, ну, знаете как, как, как мы вещь выбираем, как мы, какой-то предмет выбираем, да, и так далее, то есть, вот, мне окажется, такая вот история, и ничего хорошего, в этом нет, поэтому смотрите, смотрите сами, я рекомендую, вот, поисследовать, э-э-э, свои переживания. Прямо-э-э-э такая, такая вот история. Э-э-э-э-э... за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи вам, удачи.